Возвращаюсь непосредственно к делу, считаю, что по итогу его рассмотрения установлено ряд очень важных аспектов, в однозначном порядке указывающих на невиновность моего супруга Ирболова Мухамеджана. Хотелось бы вкратце их озвучить. Первое. Где на скамье подсудимых, ранее подозревавшиеся в совершении преступлений сотрудников ОПД ВД Санкова Ребенха Залахмедовича, а также гражданские лица Алексеева, Щегриев, Цвиду, Цвигун? Почему остальные, выведенные из обиды уголовного расследования, а их показания используют для формирования доказательной базы с обвинительным уклоном только в отношении моего супруга? Ведь Саков выведен из дела тогда, как при проведении ссор в ЕНЗД он фигуировал как один из основных подозреваемых в совершении этих частых преступлений. А Щегриев, по показаниям Парамелева, совершал преступления, связанные с помуждением в проституции, соображенные с вознесением телесных повреждений, угроз и шантажа. Также Цвигун согласно телефонных перехватов, то есть НСД, звонков. Представляясь сотрудниками ОПД ВДС, звание старшего лейтената разыскал Панамаленко для ее возвращения и принуждения опять же в проституции. Однако все указанные лица уведены антикорротационной службой и не точно от уголовной ответственности, но даже эти факты не зарегистрированы в КУИ и РТР и не приняты процессуальные решения. Более того, вызывает крайние недоумения то, как обвинение решило опровергнуть наши доводы о несанкционированных НСД. Представив вам в суду и нам, участникам процесса, документ, неизвестно откуда взявшегося о якобы легализации и рассекречивание постановления о санкционировании НСД, которого в материалах дела отсутствует. Таким образом, напрашивается вопрос, либо обвинение хочет задним числом прикрыть своим нарушением, либо лицо халатность и непрофессионализм реформирования обвинения. Продолжение следует...